Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игирь Гиндис и вместе со мной за повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдает оператор Антон Лифанов. Мы колесим по Пермскому Дураму улицам на комфортабельном и практичном семейном автомобиле Черри Бонус, любезно предоставленном компанией Демидыч на улице Ким, 75. И для начала пара кадров дня от наших телезрителей. Анна Конина прислала нам фотографию афиши. Оказывается, в Перми будет выступать Влад Кузь. Кто такой, не знаем. Но улыбнулись. А автор следующего фоторепортажа, к сожалению, не подписался. А зря. 26 декабря на стройке ожила бабочка. Самая уж не наесть настоящая. В конце декабря. Ну не чудо ли? Вот что ни говори, здорово проснуться утром, выйти из лифта и увидеть в родном подъезде красоту красотинскую. Причем, вот что отдельно радует, здесь, на бульваре Кагарина, 26, это дело рук неприглашенного наемного художника. Сами жители подъезда постарались. Вот что здорово. Мне кажется, где ты живешь, не только свою квартиру, там, ну как, порядок наведи, все. А когда будет каждый подъезд, каждый двор красивый, то и город наш будет красивый. И люди будут добрее. И жизнь будет лучше. И интереснее. И поэтому вот не могу я иначе. Еще один признак приближения новогодия – это многочисленные елки, которые проходят в эти дни в школах, в домах культуры. Мы заехали в Центр культуры Матавилихинского района. Здесь зайка с драконом за Новый год спорят. На радость рябинья. Мы подготовили новогоднюю театрализованную программу «Как заяц и дракоша год делили». Также будет она продолжаться в новогодние каникулы. В Новый год, в школьные каникулы, мы будем показывать детские видеофильмы. Также будем проводить игровые программы. Я думаю, что ребятишкам города будет у нас интересно. Скажем честно, нам очень хотелось сделать сегодня вот такой выпуск с новогодним настроением, позитивный. Но проехать мимо вот этого мы, конечно же, не смогли. Старая знакомая дежурного по городу – помойка на углу улиц Металистов и Чехова. Ваше счастье, друзья, что телевизор запахов не передает. Воняет здесь отвратительно даже в минусовую температуру. Да оно и понятно. Потому что мусора здесь хватит на пригородную свалку такого некрупного райцентра. Кто-то даже озаботился и так это весомо – бетонные плиты сюда приволок. В общем, жуткое зрелище, безусловно, испортившее предновогоднее настроение бригаде дежурного по городу. А как это портит настроение всем окружающим жителям, оно ведь и словами-то не передать. Вот таким увидел очередной обычный день Перме и Пермяков – съемочная бригада дежурного по городу. И на этом заканчивают свою трудовую вахту Игорь Гиндис и Антон Лифанов. Продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автор самого интересного и содержательного послания непременно получит подарок от компании «Альтера Мед» на маршала «Рыбалка-74». А посему не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рифей». В интернете пишите и звоните. Ждем с нетерпением. И на сегодня все. Свидимся. Спасибо и удачи. Пока.